Выше, быстрее, сильнее. Дети с ограниченными возможностями здоровья и спецшкол центрального округа сегодня показали, на что способны своим учителям физкультуры и ровесникам. Ребята объединили на соревнованиях комбинированные эстафеты и задания на меткость. Болеть за участников пришли родители и педагоги. Вероника Иванова побывала на состязаниях. Какие только задания не выполняют сегодня ученики на соревнованиях по мультиспорту. С возможной эстафеты, сбивания кеглей, броски в корзину разными мячами. Главное, чтобы было увлекательно. Команды из восьми коррекционных школ состязаются не только с соперниками. У ребят ограничения по здоровью и проверяют они свою силу воли. Для этих ребят очень сложно подобрать вид спорта, как таковой. А именно возраст и та инвалидность, то заболевание, которое имеют, предполагает именно игровой момент. Мы нацелены организовать такие мероприятия на игровые моменты. Увлекательная игра в команде, по словам организаторов, способствует реабилитации особенных детей. Побегать можно. И вот интересно вот это, что они бегают ложкой с мячиком. Ну, это тоже интересно. И с мячиком погонять, это тоже интересно. Поучаствовать и плюс еще нравится везде ездить, везде участвовать. Я смотрю на этих детей на каждом мероприятии. Для них это все такое удовольствие. Они такие радостные. Это просто очень дорогого стоит увидеть их глаза в эти моменты соревнований. Для ребят даже с ограничениями здоровья. Как убеждены учителя, организаторы турнира и родители – границ нет. Главное – давать им задания и стимул для физического развития. Часто бегаем эстафеты на каждом уроке. Мы на каждом уроке играем в спортивные игры, типа серса, мини-хоккей, где приходится бегать с клюшкой и так далее. Нового нет ничего, просто сюрпризные моменты. Судьи записывают результаты. Лучшие команды взойдут на пьедестал. Традиционно в лидерах первая спецшкола. Однако медали – это только атрибутика соревнований, цель которых – сплотить ребят. Научить их поддерживать друг друга. Вероника Иванова, Олег Мощевитин. Новосибирские новости.